Максиму Жарову хотел предоставить слово. Добрый день, постараюсь покороче. На самом деле надо сказать, что это были, наверное, самые тихие выборы за последние 30, допустим, лет. То есть в этих выборах практически мы не видели какую-либо конкуренцию, борьбы программ каких-то. Выборы выхолощиваются, они становятся неэлекторальными. То есть есть ДЭК, есть административная мобилизация, есть маркетинговые компании по приводу избирателей на избирательные участки. Борьбы смысловой, собственно, и борьбы смыслов, идей как таковой нет. Много говорил с коллегами сегодня про донбасский консенсус. Я бы на самом деле заменил здесь это выражение другим выражением. Это консолидация вокруг президента, потому что с учетом того, что происходит в последние дни, несколько, я так понимаю, меняется все. И эта консолидация вокруг президента, собственно, Андрей Максимов эту тему сейчас начал, она приводит к тому, что парламентская оппозиция перестает бороться на выборах, она перестает конкурировать с партией власти, она перестает бороться за результат и отстаивать этот результат, который она получает на выборах. Поэтому наши с вами сегодня споры по поводу того, в два раза справедливая Россия увеличила свое представительство в муниципальных выборах, или не в два раза, они не имеют никакого ровного смысла именно в связи с консолидацией вокруг президента. Поэтому выборы становятся бессмысленными, они становятся просто процедурой, которую нужно провести. И та дискуссия, которая весной велась по поводу необходимости их отмены, она велась в том числе и в связи с тем, что уже тогда многие понимали как раз то, чем мы столкнулись сейчас. Поэтому я думаю, что с учетом того, что итоговые пресс-конференции вчера были в партии парламентской оппозиции, все они тем или иным образом говорили о том, что они будут настаивать на размораживании, либо на размораживании, собственно, электральной нашей поляны, то есть коррекция ситуации с муниципальным фильтром, соответственно, переносы единого дня голосования либо на весну, либо на октябрь, отмены многодневного голосования, которое в связи с пандемией вводилось. То есть все эти истории вчера были проговорены, поэтому, в общем-то, остается дискуссионный вопрос, что будет с ЕДГ в следующем году. На мой взгляд, если мы будем, собственно, тоже находиться в режиме специальной военной операции на Украине, то смысла в проведении таких выборов нет. Что касается вопроса, вот дискутируемый сегодня по поводу ДЭК, я еще раз хочу обратить внимание о том, что в тех регионах, где ДЭК был, но не было грубой административной мобилизации, никаких скандалов нет. Москва, в очередной раз мы ее обсуждаем по поводу ДЭК, потому что была опять грубая административная мобилизация, опять в 9 часов утра в пятницу у нас 100 тысяч проголосовавших, опять пик, значит, в воскресенье в 2 часа дня необъяснимый, вот с прошлого года оставшийся, вот, которым никакого убедительного объяснения, кроме, собственно, этой самой административной мобилизации нет. Вот, все разговоры по поводу того, что это черный ящик, они, вот я послушал аргументацию коллег сейчас, что там есть нода наблюдателя, что там есть этот блокчейн расшифрованный, как очень правильно сказал глава общественной палаты России Фадеев, вот, нужно объяснять людям человеческим языком, вот, тогда люди, может быть, в этот инструмент поверят. И отдельно я хотел бы обратить внимание на существующую в инфополе в последние месяцы дискуссию по поводу проведения референдумов на освобожденных территориях, вот, как только кто-то начинает говорить по поводу того, что выборы будут проводиться электронным образом, или референдум будет проводиться электронным образом, сразу, собственно, украинские, скажем так, наши недрузья, они начинают это дело все высмеивать и говорить, что вот они все результаты нарисуют. Это свидетельствует о том, что те аргументы в пользу дистанционного электронного голосования, которое сейчас существует, они не являются убедительными, вот, и нужна, если уж, собственно, власть берет курс на, собственно, интенсификацию этого вида голосования, нужна подробная, тщательная, разъяснительная кампания русским нормальным человеческим языком, доступным не специалисту, в том числе не специалисту в области, так сказать, там, технических IT, там, всяких штук и все остальное. Пока такой кампании не будет, действительно, вот, пока Единая Россия не проиграет такую одну кампанию, никакого доверия к ДЭК нет. Вот это нужно себе иметь в виду, а будущее в связи со следующими ДЭКами. Спасибо. Спасибо.